Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о седьмой главе книги Исхода. В седьмой главе начинается некоторое новое, более подробное повествование о происходящем в Египте между Богом, Моисеем, Израилем и фараоном. Хотя, в принципе, конечно же, здесь повторяется снова и снова некоторая идея, парадигматическая схема, которую мы видели в предыдущих главах. Бог обращается к людям, в частности, через Моисея, либо к фараону, либо к Израилю. И выбор, последовать или не последовать, он, собственно, определяет дальнейшие события. Вместе с тем, в седьмой главе есть некоторые важные новые стороны у этой картины. Начинается глава словами, вернее так, заканчивается предыдущая, начинается вот эта седьмая глава разговором о том, что Бог посылает Моисея к фараону, иди, скажи фараону, царю египетскому. Ну, снова Моисей говорит, я не словесен. Снова Аарон идет вместе с ним, Бог поставляет, значит, обещает Моисею, что Аарон с тобой пойдет. И Господь, смотрите, говорит Моисею, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ну, можно, как вы понимаете, увязнуть в разных попытках истолковать это выражение, но, скорее всего, слова в нем означают то, что они означают. Господь говорит Моисею, я через тебя, да, я поставил тебя тем, кто будет возвещать фараону волю Бога, а Аарон будет пророком твоим, посредником между тобою и фараоном. Ничего больше, собственно, здесь и не требуется, и ничего больше не подразумевается. И снова Бог говорит, я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений и чудес в Египте. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет. Ну, в общем, действительно, это невозможно назвать справедливым. И, вероятно, люди не должны страдать за ожесточение своих фараонов. Но единственное, что тут можно сказать, что это на все времена знак нам всем, что наше социальное устройство не совсем такое, каким хотел бы его видеть Бог. И не совсем такое, каким мы бы сами сочли справедливым. Потому что, да, действительно, несправедливо, когда люди терпят бедствия по вине фараона, которого они, как сказать, себе не выбирали, и чьи поступки они никак не контролируют. Вот у экклезиаста есть одно чрезвычайно горькое, очень важное слово. Всегда, когда властвует человек над человеком, во зло ему. Вот это рифма к этой истории про то, как Бог наложит руку свою на Египет за выбор фараона, за то, что фараон не открывает сердце Богу, не откликается. Вот такова реальность. И еще чрезвычайно важно, что Бог действует, согласно этому рассказу, Бог действует в крайне несовершенных обстоятельствах. Посмотрите, народ Божий ропщет и говорит, ну вот, прежде чем там Бог тебя прислал, говорит он Моисею, и ты начал тут борьбу за нашу свободу, до этого было хорошо, а теперь стало очень плохо. И зачем нам такая твоя свобода, тобою обещанная якобы, когда стало так тяжело? И Бог обращается также к фараону, понимаете, говоря, отпусти народ, мой фараон, нет, не признает этой власти, и многое-многое другое. Все, в общем, несовершенно. Здесь нету романтического повествования о том, как Моисей пришел к израильтянам, они захлопали в ладоши, растянули красные транспаранты через египетские улицы в земле Гесем, там слава великому народу Божьему, или слава великому Богу, или да здравствует Моисей, Аарон, Иисус Новин, там, понимаете, нету вот этого. И фараон, в общем, не хочется плохих слов говорить, но фараон ведет себя как последний интеллектуал, в кавычках, альтернативно одаренный на самом деле. Это не тот мир, в котором все хорошо, правильно, красиво и должен прийти, куда Бог. Нет, нет. Плюс еще кровавые жертвоприношения, ужас, ужас для современного человека. Глупость людей, злоба, ропот, вот это вот все. Крайне несовершенный мир, в который, тем не менее, Бог вмешивается. То, что будет центральным событием исхода – Песах, Пасха, прохождение Бога. Это прохождение совершенного, абсолютного, единственного Бога через крайне несовершенный мир. Бог не дожидается, когда все станет хорошо. Бог не дожидается, когда перевоспитаются израильтяне. Бог не дожидается, когда фараоны установят справедливое устройство и все будет хорошо и правильно. Ничего Бог не дожидается. «Я услышал вопль и иду избавить народ мой». Вот это чрезвычайно тоже важная для всей Библии парадигма. И в каком-то смысле Новый Завет говорит о том, как Бог не дожидает человеческого совершенства, которого мы все равно без Бога никогда не достигнем, приходит и становится человеком. Вот так здесь. Теперь фараон не послушает, «Я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов израилевых, из земли египетской». И вот здесь народ Божий назван уже не только сынами израилевыми, но и народом Бога и воинством Бога. Тоже так они себе, себя представляли, эти люди, создававшие, записывавшие и потом компилировавшие эти рассказы, как народ Бога, воинство Бога. Люди, чье существование и чьи жизненные задачи определяются относительно Бога, не относительно человеческих каких-то целей и задач или реалий, а относительно Бога. Ну вот, и дальше, собственно, начинается целая длинная череда рассказов о событиях, которые имеют общее название казни египетские. То, какие бедствия происходят в Египте в результате того, что фараон противится воле Бога. Хотя надо сказать, что в этих рассказах кое-где, кроме робота египтян, ну, слышится такая интонация, связанная с тем, что рабство вот этих самых семитов в земле Гессем, это ведь так выгодно. Такая прямо экономическая выгода нам от этого, что пусть лучше будут рабами. Это отнюдь не один только фараон, здесь бенефициар, как теперь говорят, а очень многие другие египтяне тоже. Ну и вот общая схема здесь такая, что Моисеер и Аарон делают некое чудо, возвещают о некоторой казни, бедствии, которая идет на Египет. Это происходит, и там в зависимости от этапа фараон то соглашается, то не соглашается. Сначала не соглашается, потом соглашается, потом говорит, ах, вот вернем их всех, потому что невыгодно без них. Вот такая вот повторяющаяся картина с разными бедствиями. Десять египетских казней. Хотя начинается все сначала с того, что Моисеер и Аарон делают из жезла Моисея змея, потом из змея обратно жезл, но какие-то местные волхвы тоже там чего-то такое ученили, какое-то такое чудо. Ну вот. Первая египетская казнь, превращение воды в кровь. Конечно, довольно велик соблазн у читателей, особенно у толкователей, объяснить, что же это было, или объяснить, почему этого не было и не могло быть. Вот эти самые чудесные чудеса обычно исследователями, толкователями, кстати, не только христианами, но и атеистами. Как правило, воспринимаются как там возможность, реальность, аргумент за или против. Да, кое-где эти самые египетские казни подозрительно напоминают экологические катастрофы. Хотя едва ли эта идея могла быть руководящей для составителей этого рассказа. Но да, действительно, природные катастрофы. Иногда удается найти аналогию или какие-то рациональные объяснения, но это ничего не меняет. А иногда и не находится такой возможности. и египетские казни вот просто некое бедствие. Непонятно, что там произошло с этой водой, которая превратилась в кровь. По большому счету, для повествования это вообще не имеет значения. Вот упорство фараона и то, что жизнь в фараоновой стране начинает разваливаться по всем направлениям от того, что фараон противится воле Божьей. Вот, собственно, что читателю нужно увидеть. А какие-то там относительно правдоподобные рассказы об экологических катастрофах в Нильской долине, ну, вот, не об этом разговор. Первая египетская казнь, как я уже сказал, вот в том, что вода превращается в кровь, и это обещает фараону Моисей, Господь через Моисея, и это происходит, Моисей берет джесл, простирает руку на воду египтян, и вода становится непригодной для питья, рыба гибнет, в общем, ужас, жуткая совершенно катастрофа. Еще раз повторю, мне попадались объяснения, что там, с какими осадочными породами происходит или может происходить в Ниле, от чего там вода меняется, но не это важно, а важно, что волхвы египетские своими чарами сделали то же самое, и тогда фараон сказал, что, ну, ничего особенного, вот мои волхвы тоже могут сделать, и ожесточилось сердце его, то есть он снова и снова отказывается признать над собой Божью власть. Дело даже не в том, что он не хочет исполнить волю Бога, а в том, что он не хочет признать власть Бога над собой, и фараон, и фараон ожесточилось его сердце, обратился фараон, и сердце его не тронулось, не тронуло его сердце, и стали египтяне искать там, где-то около лаеки другую воду. Вот эта часть рассказа, первая часть о казнях египетских заканчивается собственно неудачей Моисея, потому что да, вода превратилась в кровь, но что-то там такое с этим смогли сделать египетские жрецы, народ стал рыть колодцы и добывать пресную воду из земли, а фараон не послушал, не поверил, повернулся спиной и ушел домой. Ну вот, не вразумились, значит, следом будут следующие казни, которые будут описаны в следующих главах. Продолжение следует...